Кто сказал, что мужчина с Марса, а женщина с Венеры? И так ли на самом деле очевидны различия между нами? Возможно. Так из чего же сделаны девчонки? Из загадок и мармеладок? А еще из гороскопов, успешной карьеры и вкусной кухни. А мальчишки? Мы тоже любим вкусно поесть и стремимся к карьерным высотам. Получается, мы с вами единого мнения? Остались сомнения? Сталкивались ли вы с буллингом? Харек-переросток? Поздоровайтесь с Ябитой. Какое-то время я считал, что это правильно. Если у нее враги девочки, то он герой. Мое удовольствие потеряно. Я представляю, как это неприятно. Не дай бог ты жирная, некрасивая. Может, он просто влюблен был? Сегодня я по понятиям. Может быть, более деликатный. Что деликатный? Что? Будет? Восетий? Да. Меня-то Вася унижает, бьет, тушит окурки. Я хочу с ним поговорить. Включите меня. Ну что, всем добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. В эфире подкаст «Сомнения». И у нас в гостях замечательные люди. Александр Кунду. Можно сказать, легенда. Легенда ВГТРК. 20 лет, да? Спецкорреспондент. Почти. Почти 20 лет. СОП. А на моей прекрасной стороне Карина Томаева, телеведущая. Добрый вечер. Привет. И сегодня мы будем говорить о том, без чего не обходится ни одна школа. Ни одна школа? Давайте перечисление, да? Без учеников, без учителей. Без учебников. Да. И без буллинга. Да? Мы вот эту тему сегодня затронем. Очень такую агрессивную. А с чего такая родилась тема? А с чего? Мы, ну, в общем, я буллил к Камилу, и мы решили, собственно говоря, давай обсудим. Проработать это. Да, проработать это. Прокуратура не занялась. Пока нет. Я просто не писала чужого. После программы. На самом деле, мы всегда берем какие-то интересные и важные для нас темы. И те темы, которые, как нам кажется, будут полезны нашему обществу. И в целом посетите. Даже не только, можно сказать, важные для нас. Мы стараемся брать темы важные в том социуме, да, в котором мы находимся, спрашиваем у людей и интересуемся. Какую-то обратную связь иногда имеем с нашими зрителями. И они нам пишут темы, некоторые подсказывают, какую лучше взять. Вот буллинг – одна из тех тем, о которых хотелось поговорить. Есть люди, которых это затронуло. Есть люди, мимо которых это прошло. И сегодня мы пообщаемся, собственно говоря, на эту тему. Послушаем ваш опыт. Услышим ваше мнение. Проработаем нашу психологию. Да. Давайте начнем. Сталкивались ли вы с буллингом? Начнем с вас. Применимы к себе. Да, применимы к себе. Ко мне, к нам. Это ко мне вопрос, я понимаю. Ну, в каком году? В 85-м году я пошел в школу. Ну, всегда какое-то было противостояние. Я не могу назвать это буллингом. Буллинг – это ведь травля. Да. Это когда несколько человек травят, ну, наверное, одного, там, без причины. И просто доводят его до отчаяния. До эмоционального какого-то предела, да. Я на себе такого я не испытывал, к счастью. Но в школе было несколько человек, которые подвергались. Прямо это было заметно. Ну, оглядываясь назад, ты понимаешь, что все относились, может, мне кажется, все относились к какой-то закономерности. Это неизвестное что-то, да? То есть он безответный слабак, да. Его все шпыняют. Он чуть-чуть порастраивался. А потом так же ходит в школу. То есть я не помню, чтобы из-за этого эти ребята пропускали школу. Да, пропускали. Я представляю, как это неприятно. С другой стороны, у меня была одна попытка. Я некоторое время, я приставал к пацану, ну, пытался, там, шпынял, там, пошли туда, пошли сюда. В один день он пошел, а я пришел домой вот с таким синяком. Вот. Поэтому, но мне кажется, что то, что мы сейчас называем буллингом, это очень-очень серьезная проблема, и она не такая распространенная. Чтобы не путать конфликтные ситуации, там, или какие-то группировки в школе, которые так или иначе, да, образуются. Но, учитывая опыт, ну, это давно было, что на этом особо учителя, родители, я не помню, чтобы в этом участвовали взрослые. Я так это сейчас понимаю, что все это оставалось на ответственности самих детей. Самих детей. Взрослые, ну, где-то разняли, где-то там отогнали. Да, и смешиваясь. Ты, и все, в общем, ну, как дети. А вы считаете это правильно или неправильно, ну, ваша позиция? Какое-то время я считал, что это правильно. Или мы можем на ты, да? Да, естественно, да. И я какое-то время действительно считал, что это правильно. Что ребенок, там, мальчик, мальчик, да, должен это решить сам. Ну, так нас, наверное, воспитывали. Ну, наверное, до определенной степени. Не то, что даже воспитывали. Просто это, мне кажется, как-то... Я не про воспитание родителей, наше общество. Вот мы внутри своего... Как бы все хорошо и все само урегулируется. Да, как-то, да. Но оно не урегулировалось. И вот эти ребята, о которых я говорю, они год из года, год из года с начальной школы и до конца. До конца прогрессировали в этом направлении. Они не то, что прогрессировали, они жили вот в этом... Состоянии булили. В этом состоянии, да. Потому что... Но, с другой стороны, я сейчас анализирую, и мне кажется, что те, кто булили, вот это были дети тоже, на самом деле, несчастные. Потому что, вот я сейчас анализирую, мне кажется, что они, по большей части, были из неблагополучных семей в той или иной степени. В той или иной степени. И это тоже проблема. И вот учеба частично пришлась на 90-е годы. И когда этим, по сути, никто не занимался... Не до этого было, да. Ну, и эти дети, видимо, пытались компенсировать что-то недостающее в семье. Вот, и так происходило. Ну, к этому мы еще придем, да, еще покопаемся в причинах, наверное. Карин, а у тебя какие... Ну, какие ощущения вообще при слове буллинг? Какие чувства ты испытываешь? Ты испытываешь. Неприятные, однозначно. Ну, то есть буллингу это не может быть приятно. Я коротко расскажу вообще, почему я сегодня здесь. Про буллинг. Вот, наверное, никто сейчас и не подумает об этом. Но когда я училась в школе, а мне всего будет вот скоро 23, то есть школу я окончила 5 лет назад. И когда я училась в школе, я была уже тогда самая высокая. То есть не было такого, чтобы вот мой одноклассник или одноклассница в скором времени, там, с 5 по, пусть будет, 10 класс, все равно выше меня никого не было. И нашелся у нас в классе, нашлась одна персона, которая решила, что вот мой рост – это тема для буллинга. И это продолжалось, наверное, класс с 3-го, с 4-го, если не раньше, до 9-го. Ну, я точно не помню, но плюс-минус до 9-го. Ну, то есть и вот этот весь процесс учебный сопровождался травлей относительно роста. То есть меня никогда не трогали, не били, не было ничего такого, но словесно всегда сопровождалось. Мы не можем сказать, что они просто подкалывали? Ну, разве сколько? С 3-го по 9-й класс можно подкалывать столько лет, и там я вам назову какими словами, оборотами это все звучало. Это, значит, внимание, хорек-переросток. Ну, вот вы бы додумались когда-нибудь девочку назвать хорек-переросток? Ну, пожалуй, нет. Да, ну, а второе, это максимально очевидное, наверное, но не самое оригинальное, жираф. Вот. И мне кажется, что тут не про подколы. И ты в этой ситуации оставалась одна? Ну, в большинстве, да, я это сама собой, это все анализировала. Ну, то есть рядом не было подруг, которые за тебя ответили, там, корова. У нас даже мальчики другие в классе ничего не могли ему предъявить. Может, он просто влюблен был? Скорее всего. Мне кажется, тогда это проблема уже, если бы он был влюблен, и если он не понимал, как по-другому выразить свои чувства и свою влюбленность, то мне кажется, это уже проблема. На самом деле, сейчас же много разных понятий появляется, и вот есть такое понятие лукизм. Это понятие, вообще, слово обозначает разделение или нет, восприятие человека по внешнему, то есть разделение людей по внешним признакам. И вот издевки относительно внешности, да, и не обязательно издевки вообще, то, как мы воспринимаем человека, какие-то предрассудки, да, связанные с внешностью. И вот издевки относительно внешности, по сути, вот то, что ты говоришь, это лукизм чистой воды, то есть из-за внешности тебя тем или иным способом подкалывали, издевались над тобой, и это вот буллинг по теме лукизма, понимаешь? Ну, то есть это такая история. Я понимаю, о чем ты говоришь, но здесь еще другое. Мне кажется, что он бы один это не делал. Там сто процентов связаны еще... Группа поддержки. Группа поддержки. Девочки другие, перед которыми он должен был... Но перед другими девочками унижать другую девочку, мне кажется, это тупиковое. Вы зря так думаете. Если у нее враги девочки, то он герой. А как, когда это закончилось? Почему до девятого класса ты говоришь? Ну, потому что там уже вмешались другие люди. Мне кажется, а, ну и тут еще такой момент, что он с конца девятого класса до, наверное, там, десятого, он очень быстро вырос сам. И он меня перерос. И потом весь десятый, девятый класс... Даже шутки были неуместны, да? Я вот так на него, наоборот, смотрела. И, ну, да, было нелогично и неуместно. Но то, что, Тема, ты говоришь, да, там был... А перед кем-то ты эту проблему ставила? Перед родителями, перед учителем? Вот вы сказали, что это было неактуально в ваши годы об этом говорить родителям. Ну, чтобы родители вмешивались в какие-то ситуации. Нет. То есть, ну, вы сами не думаете о том, что если есть учитель, вот в начальной школе есть учитель, да, он же должен замечать и видеть, что над ребенком издеваются периодически. Обязан. Обязан, да. Это его святая обязанность. Сделать так, чтобы не было каких-то разделений. Ну, это первое очередное, чтобы всем было одинаково комфортно. В школе мы же под опекой учителей. Сидит человек, да, и вместо того, чтобы учиться, он сидит и боится. Да. Ну, или переживает, или переваривает какие-то вот оскорбления, вместо того, чтобы слушать, что говорит педагог. А когда учитель молчит на протяжении четырех лет, но, мне кажется... Но она это слышит, да? Да. Веська вся школа, наверное, знала. Нет, она застукали. Конечно, она слышит. Да, и то есть ничего не предпринималось. Мне кажется, когда происходит такая ситуация, вот те времена, те девяностые, они уже прошли, и сейчас родители, мне кажется, устремлены, их взоры устремлены на детей. И вот сейчас как будто идет такое поколение родителей, которые, возможно, чрезмерно опекают своих детей. Опять-таки, наверняка есть причины тому, потому как социальные сети, по телевизору, очень часто мы слышим именно вот эти моменты, когда булят детей в школе, и это приводит к трагическим последствиям. Да, сейчас мы узнали это слово буллинг. Да, и каждый родитель пытается уберечь своего ребенка от какого-то такого воздействия негативного. Я скажу даже больше, я всегда был сторонником того, чтобы родители, в общем, в жизнь ребенка, в его жизни с друзьями, со сверстниками, не вмешивались, или это вмешательство было сведено к минимуму. К совету или к какому-то разговору. Пришла младшая моя дочь домой, с улицы, со двора. В слезах я больше не буду гулять, что-то такое. Ну, какая-то девочка старше ее. Я не помню, что. Я сказал, иди гуляй, ну, типа, все уладится. А моя супруга, она говорит, нет, я пойду-выйду. Естественно, ребенку дискомфортно. Вот я себе представляю, что я повел родителей, ну, с кем-то там разбираться, ну, смешно, да? Но там обошлось, там без всяких скандалов, без ничего она вышла. Произошел разговор в течение пяти, может быть, десяти минут. И дочка уже с улицы в этот день до вечера не возвращалась. Все было идеально, все никто там, никого не бил, не ругался. То есть, ну, вот минимальное вмешательство. Но, если мы сейчас будем говорить, что родители вмешивались в ситуацию, очень много же неадекватных родителей. Да. Их гораздо больше, чем бы нам хотелось. И они зачастую неадекватнее, чем дети. Которые там ослеплены гениальностью, уникальностью собственных детей. Притом, начиная там с трехлетнего, заканчивая с пятидесятилетним возрастом. Ну, мне кажется, что даже все психологи говорят о том, что родитель должен вмешиваться в проблему ребенка только условно дома, разговором, советом поговорить. А что случилось? А почему ты сегодня вот так выглядишь? Почему ты грустная? Но идти в школу на разборки, ну, это, мне кажется, в самом крайнем. Еще хуже, может быть. Или в самом крайнем. Нужно разборки. Нужно пойти и понять в реальности, что происходит. А с кем родитель в школе должен говорить? С учителем? По идее, с учителем, конечно, да. И спросить учителя, Марья Ивановна, вот есть Карина, есть Камила. И вот мне кажется, что Карина будет Камилу, да? Аркем будет Камилу. Я ни на кого не хочу наезжать, вызывать на ринг. Вы можете посмотреть, последить, увидеть, да? И мы совместно как-то, чтобы не входить в конфликтную ситуацию на уровне взрослых, что у вас ребенок плохой или ваш ребенок плохой. Вот как-то увидеть это и понять вообще. Может, есть причина, может, проблема в данном случае в Камиле. Она, скорее всего, в Камиле. Ну, не обязательно. Ну, как правило, это ведь бывают, действительно, вот как вы говорите, это бывают дети из не очень благополучных семей. Кто буллет? Кто буллет, да. А те, кого буллят, просто отличаются от общей массы. То есть чем-то выделяется. И это не обязательно негативные какие-то штуки, да? Это не обязательно, там... Красные волосы или... Да, красные волосы, дреды, там еще что-то. Не обязательно по внешнему признаку, да? Это просто может быть человек, который очень старается, лучше всех учится, например, отличница, да? Ну, я вот могу сказать... Или это может быть более состоятельный ребенок, нежели те, кто его буллет, понимаешь? Или менее. Или менее состоятельный, да. Я вот могу на своем примере сказать, в 90-е, когда я рос, не в школе был у меня буллинг, а вот во дворе. Я как-то, может быть, не так одевался, социальный статус у меня был немножко повыше. То есть я мог себе позволить там какие-то красивые кофты, что-то. И за это во дворе мы часто переезжали, там были моменты. И я еще не знал никого в этом дворе. Относительно новый двор был на БАМе. И меня начали буллетом. У меня отчим итальянец был. И вот видели эту иностранную речь, то, что, да, на иностранном разговаривают, это и прозвище дали нам итальянец во дворе. И как будто это даже приятно должно быть. Но было нет. Я же не итальянец. А здесь же другой вопрос. Ну, как ты себя с ними ведешь? Мне было семь, а им было по 14. Ну, это разное. Это не твои друзья были. Это не мои друзья были. А у тебя были друзья? Нет, я только в этот двор въехал. Вот когда шел, я думал об одной вещи. Извини, пожалуйста. Об одной вещи я думал. Я вот воспроизвел какие-то вот литературные произведения. Там, например, Стивен Кинг, который там про детей пишет. Даже сериалы, да. Там, где вот подростки, школьники. И они противостоят каким-то опасным старшеклассникам, психанутым. Но каким образом они все вот из этого вылазят? Имеют свою компанию. Друзей, да, там, сверстника. И мне кажется, это очень важный элемент в воспитании ребенка, когда... Ты не остаешься один. Потому что сейчас я замечаю много детей, которые вот сами по себе. Не потому, что они плохие, не потому, что их так специально воспитывают. Ну, просто вот так, да. Они не асоциальные, нет. Они просто... Ну, им комфортно. На своей волне. Им комфортно. Они вот дома приходят, там, делают уроки прилично, учатся. Не важно вообще, когда. Мне кажется, они часто могут становиться предметами буллинга. Поэтому, мне кажется, надо как-то стимулировать, если это возможно, как-то помогать, завести компанию. Завести компанию, найти сверстников, похожих по каким-то свойствам. Ну, о чем мы говорим даже у природы? Единомышленников всегда преследуют все хищники. Когда у тебя есть друзья, компания, какая-то своя банда, пусть из таких же... Странных. Чуть-чуть, может быть, странных, да, там, не самых популярных, но есть компания. Пусть таких же высоких. Да, но если компания таких же высоких, то там все может обернуться вообще в обратную. Да, ответка, да, может прийти. Ну да, тут, наверное, сложно найти этих единомышленников. Сложно, но возможно. Мы в нормальном обществе живем. И я уверен, что в любой школе, в любом классе, в параллельном, неважно, найдутся. Просто не давать ребенку повода считать, что вот если он один, и у него все в порядке, что вот у него там дома по корме, он сделает уроки, пойдет со школы, быстренько вернется, никого, ни на кого не глядя. Это, вот это плохо. Когда у тебя есть хотя бы один, друг, подруга, там, неважно, тебе в любом случае легче. Это переживется легче. И всегда, и в то время, и сейчас, это, мне кажется, работает одинаково, и одинаково хорошо. Ну, я не знаю, ну, мне кажется, это у нас был, может быть, такой единичный случай. Но даже твои друзья могли молчать, потому что вот тот самый, который булил, да он не только меня булил, поймите меня правильно, он находил... В каждом какой-то изъян, да. Ты страдала от этого? Ну, правда. От того, что... Да, ну, или тебе было безразлично, например. Вот, Артем чуть-чуть ранее об этом говорил, что он был не один. Вот смотрите, может быть, я ему и нравилась, может быть, я ему сейчас, может быть, он в меня вообще влюблен до сих пор, я не знаю. Но он был не один, его постоянно... Поддержит. Я прямо жду, как у Малахова сейчас. И дочь встает, и он заходит отдельный стол ставит. Было бы неплохо. Это была не просто ему подруга, знакомая, это была, да, она, она ему родственница еще была и есть. И вот я думаю, что там были разговоры... Она ему помогала, то есть тебя буллить. Да, давай вот еще вот так, а давай вот так. То есть я не знаю... Это целая коалиция. Да, я не знаю, я не сидела у них дома, может, они на кухне это все обсуждали. Генплан буллинга сегодня. Прописывали, как, что, но... Мне кажется, девчачий буллинг вообще страшный. Я видел это в школе, я это видел, там, мальчики в эту ситуацию никак не вступали, но вот было такое. Ну, там просто все вот опускали, видимо, глаза, когда вот девчачий буллинг, да, он такой вообще бессмысленный, беспощадный. Беспощадный, как ураган. Да, но самое интересное, что потом, через какое-то время, вся эта компания просто вот кого буллили и кто, они... Ага, воссоединились. Воссоединились, это... Они прошли какое-то время. Ну, вот сейчас у меня мы... у нас так получилось, что у нас экспериментальные классы, школа, и вот в параллеле было три класса, их несколько раз смешивали. И получилось, что в параллеле почти все с почти всеми учились. И, ну, вот сейчас там мы общаемся, но нет никаких вот остатков, осадка от этого, все прекрасно. То есть вот так вот я почему об этом думаю, что, ну, насколько этот буллинг был. И был ли это буллинг? Это были какие-то конфликтные ситуации, кто-то самоутверждался, кто-то боялся ответить. Ну, это... Ну, для того времени, я думаю, да и вообще для любого времени, это, ну, нормальная ситуация. Мы люди, да, мы... Я вот... Со своими недостатками. В свое время тоже так ощущаю, что как будто бы этот жизненный опыт, который мы проходили, где-то там на улице была драка, там, где-то мы конфликтовали... То есть ты сейчас встречаешь этих людей, наверняка, с которым даже... Как будто ничего не было. Вообще, я их рад видеть. Да. Слушайте, ну, мне кажется, что это был не совсем буллинг, ребят. Буллинг – это что-то очень радикальное. Буллинг – это когда настолько давлеют над человеком, что он не видит просвета, понимаете? Но если это с этой точки зрения рассматривать, то такого у меня не было. Ну, я не встречал такого, ну, ни когда я учился, ни... Вот сейчас ни от кого не слышал. Единственное, ну, в соцсетях время от времени появляются... И видео. Видео, да. Но в основном там бывают девочки. Почему? Ну, мне попадаются такие видео, где-то в туалетах, где-то какие-то вот сигареты... Что-то прижигают, они толкаются... Что-то такое, ну, чудовищное там, да. Да, вот это действительно страшная история. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что поведение такого вот уровня, ну, по крайней мере, в нашем регионе, ну, маловероятно. Может быть, вероятно, но... Ну, оно есть, к сожалению. Оно есть. Да, оно есть в нашем регионе, просто из-за того, что здесь все друг друга знают, это замалчивается, ну, умалчивается. То есть это пытаются не выносить на всеобщее обозрение, как-то и... в общем, как-то пытаются, наверное... Семьи. А-а-а. То есть когда мы об этом узнаем, скорее всего, уже знают об этом родители. А до тех пор родители... То есть родители уже между собой договорились и говорят, давайте не будем... Да, не выносим ссоры из избы, как бы пытаемся просто вот на уровне двух семей это урегулировать. Но мне кажется, основная проблема в том, что ребенок боится рассказать родителю о том, что там какие-то... Стесняется. Стесняется. Ну, любой мальчик стесняется перед родителями оказаться там слабаком. Слабым, да. Отец скажет. Как он, да, там... А с другой стороны, отец должен пойти разбираться с кем. То есть этот конфликт же, он может... Его можно прогасить. Да. Да, там родители. А могут родители встретиться, и это дальше уже там на уровень силовых структур перерасти в противостояние. Ну да. Но мне кажется, что единственный адекватный способ решения этой проблемы, ну, по крайней мере, вот сейчас хочется это сказать для тех, кто нас слушает, и кто в какое-то подобное... Надеюсь, вот очень поверхностно подобной ситуации, это прийти и действительно завести адекватный диалог с родителем, попросить совета, не решение проблемы, да, не бежать родителю, решать проблему, если это не какое-то издевательство физическое. А как родители решить удаленно это? Ну, то есть совет дать, как примерно себя ввести в этой ситуации. Какой совет? Ну, вот мы сейчас с вами ищем. Да, я пришел домой, мама, говорю, или папа. Да. Ну, вот мы же с вами сейчас ищем какие-то варианты. Я говорю, вон такое происходит, меня там Вася унижает, бьет, тушит окурки. Нет, ну это уже физическое насилие. Ну, не знаю, ну, оскорбляйте. Я бы, наверное, пошел Васю бить. Ну, ну да, а это как бы... Ну, и возможно, это было бы не худшее решение. А потом Васин отец пришел и... Ну, короче, там все привело. Это тоже нужно разговаривать. Это, понимаете, это мы вот берем... Я веду к тому, что все-таки для чего сидит психолог в школе? Ну, понятно, что он ведет некоторую статистику. Ну, вот вы сейчас чуть-чуть подводите к тому, что ребенку не нужно говорить с родителем об этом. Нет, 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 ну, с родителем, мне кажется, пройти... Что прийти к психологу, нужно прийти к родителю изначально. Если ребенку, может быть, легче сказать это психологу сначала, ну, возможно, да. Нет, никогда. Ребенок не доверится чужому потустороннему человеку. Если он не может довериться своему родителю... Потустороннему, а чуть-чуть. Постороннему. Постороннему, да. Просто... Ну, для меня психолог это же... Потустороннему. А, да, очень хорошо. То есть ситуация же разная бы. Если ребенок скажет об этом родителю, то и родитель не может дать совет, не может дать совет, ну, не понимаю. Ну, вот я сижу, я не знаю, что... Вот как бы у меня есть сестра младшая, да, я не знаю, что делать. Я ей скажу, слушай, давай пойдем к специалисту, ты расскажешь, я там рядом посижу, он или она тебе скажет, что делать, и вот на таком уровне... То есть мы будем решать односторонним, понимаешь, в чем вопрос? Значит, надо мне было... Ну, как бы мы... Вот пришел ребенок, говорит мне, и мы вот со своей стороной, наш психолог, наш ребенок, мы родители, и мы вот это решаем, а нейтральная сторона в качестве школы, противостоящая сторона в качестве агрессора, они никак в этом не участвуют. Получается, то есть мы вот сейчас вот здесь что-то решим, мы вот какие-то вот дорогие там шаги предпринимаем. Мне кажется, что если есть то, о чем ты говоришь, если оно есть, то не заметить этого невозможно. И если это в школе скрывается, ну, мне кажется, это прямое уголовное дело. Да, если это, при том, это уголовное дело больше даже на сотрудников учебного заведения, чем на тех детей, которые в качестве агрессора выступают в этой ситуации. 100% детей. И поэтому, ну, мне кажется, надо действовать все... Это же в школе происходит. Это происходит в школе. И, ну, сегодня, когда, ну, есть все, ну, все возможности, есть специалисты одни, другие, третий, это нужно решать через школу. Хорошо. И чтобы школа не закрывала глаза, типа, вот, нам главное, чтобы они вот здесь не подрались, а там, что с ними будет. Выйдут из школы и что хотите делать. Это если мы говорим про буллинг в школе. А он только в школе, вот мне еще интересно. Или буллинг бывает на работе, в организациях? В семье. В семье. Страшные вещи, да, буллинг в семье? Буллинг в семье. Это звучит еще хуже, чем в школе. Ну, это и сестра, и сестра там, да? Нет, ну, если мы продолжаем серьезно говорить, то буллинг в семье – это уже, ну, там, неблагополучное, крайнее. Да. Крайняя точка, где там уже там специальные органы должны этим заниматься. Ну, бывает, бывает какой-то непреднамеренный буллинг, когда родители буллят ребенка, например, из-за лишнего веса. Ну, а ты толстенькая, не ешь. Да, да. Но именно если говорят толстенькая, это буллинг. То есть они давят на ребенка. Или говорят, ты жирная, все. Не по-доброму, типа, доченька, давай вот, ну, сейчас не будем кушать, а покушаем вот буллинг в сахаре. Это, наверное, не по-доброму, вот мы вот решили, да? Не по-доброму. Типа, когда вот, когда с ноткой издевки звучит. Или оскорбление. Или оскорбление. Ну, а здесь, может быть, это просто сарказм. Да, ну, то есть если у тебя, ты знаешь, что твой ребенок обладает каким-то чувством юмора тоже. Да, ты можешь, да? То есть ты понимаешь, ну... А если нет? А если... Мне кажется, все-таки буллинг, это проблема, вот то, о чем мы говорим, это проблема в школе. Школьная? Это проблема детей и детей. Ну, потому что проблема, где... Нет, ну, есть также, когда учителя буллят детей. Такие ситуации. А есть, когда дети буллят, учителя. Есть и такие, ну... И, как правило, ну, старшеклассники в основном. Александр, скажите, у вас был психолог в школе? Нет. А у нас был... У нас была медсестра. Ага. У нас тоже была медсестра. И физрук. Да, и физрук. У нас стоматолог еще был. И завхоз, который был очень хорошим психологом. У меня была связка ключей, которыми он мог, да, остановить. Все проблемы в школе. А у нас уборщица останавливала все проблемы шваба. Да, но это... Ну, это так было. Это никого не пугало. Это как в Хогвартсе, да, там, примерно. Ключик. Там тоже, да. Ну, вот, приблизительно. Поэтому... Поэтому... Это все решаемо. Это возможность сделать. Нет ничего. Просто это нужно видеть, не закрывать на это глаза. Есть... Правильно сказала, есть такой социальный вуллинг, да, там, по благосостоянию или по... Там, да, действительно... Внешнему виду. Ну, по внешнему виду, я не знаю, вот даже в наше, там, мое школьное время... Какой внешний вид? Мы все были одинаковые. Одинаковые. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. Время начало. Ну, я мальчик. Ну, это у вас... Ну, хорошо. Я в 2001 году родилась. И в этот период внешний вид, там, в 2008, это решающее. Не дай бог, ты жирная, некрасивая и так далее и тому подобное. Вы представляете? Ну, я вот сейчас, ну, вижу... Сейчас детей много разных. И я вижу девочек, ну, прям полных. Да. Таких жизнерадостных, вокруг которых... Кохотушечки. Все-таки не столько от внешнего вида, сколько, наверное, от отношения человека к самому себе. Бодипозитив, да, это называется? Ой, какое модное слово. Зря модное слово. Ну, я фантазирую, не специалист далеко в этом, конечно же. Но, тем не менее, и я считаю, что все-таки агрессивных подростков, детей, возбуждает именно то, что вот человек, их сверстник, чувствует себя незащищенным. Слабость. То есть они чувствуют слабость какую-то. Не внешний вид. Даже вот из сериалов, из книг, знаешь, что есть эти персонажи, кто буллет, как их называют? Ну, какие-то абьюзеры, наверное. Ну, ну, бульдокторы, не знаю. Буллеры, буллеры. То есть они там жирные, здоровые, да, там, жирные, здоровые, конопатый, хулиган, да? А может быть, наоборот. То есть мне кажется, что внешность все-таки вторична. А вот ощущение, как у животных, да? Ну, когда ты смотришь, когда ты смотришь в глаза собаки, да, собака что делает? Либо бросится на себя, либо отведет взгляд. Когда она, когда отвела взгляд, то ты уже понимаешь, что ты сильнее, что хозяин положения ты. А если собака смотрит на тебя и оскалила уже свои клыки, то ты понимаешь, что тебе надо сделать шаг назад и не выпендриваться. Вот, и вот примерно на этом же уровне, на каких-то инстинктов, ощущение слабости и возможность проявить себя, показать свою силу, показать, как ты доминируешь, что ты хозяин положения, вот это работает. А внешность это уже вторична. А к чему? А вот смотри, она длинная, да? Или она жирная, или там косоглазая, там очкастая, неважно. Ну, а здесь тогда надо учить ребенка быть уверенным в себе. И принимать себя. Ну, опять-таки, вот эта уверенность в себе, там, так условно называемая смелость, это не всегда уж точно приобретенное навыком, там, или воспитанием. Это может быть, ну, врожденное свойство. Человек мягкий, добрый, человек, ну, не способен, не умеет так агрессивно себя вести. Не склонен к агрессии, да? Не потому что его научили, потому что, ну, вот так. И здесь, вот, опять-таки, да, должны взрослые адекватно. Так у тебя был психолог? В школе? Да. Был, но мне кажется, что она не замечала вообще ничего. Ну, а к ней обращался кто-то по этому поводу? Нет, а как, то есть, ну, как вы себе это представляете? Ну, не, я, не, я тоже не представляю. Мне кажется, девочки, мне кажется, мне кажется, девочки это сделать проще. Здравствуйте. То есть, это мальчик вот этим со своими, там, ну, стереотипами, что мальчик не должен жаловаться. Слушайте, мне кажется, наше общество еще не готово к тому. Дети наши и наши младшие поколения, я не говорю про старшие. Я по себе могу сказать, сто процентов, я вот понимаю. Старшие сто процентов не готовы, а вот младшие как будто чуть должны быть более мягкие в этом, более подвижные, более пластичные в плане вот обращения к специалисту, обращения к психологу. Но все равно мы ведь не воспитываем своих детей, и нас так не воспитывали, что если у тебя проблема, обратись к психологу, да? Мы сами к этому только сейчас можем прийти через очень большие трудности и сопротивление внутреннее. И то не все. И то не все. А тут ребенок, который в школе, мне кажется, ну, очень редкий случай, только, наверное, если, по примеру, мама там ходит к психологу, и ребенок понимает, что в этом нет ничего, ну, постыдного, и что это не страшно, и можно обратиться к специалисту. Мне кажется, только в таком варианте ребенок может обратиться. Но если специалист обратит внимание свое и позовет ребенка к себе в кабинет, вот это уже другой разговор. Ну, там может быть другой буллинг начнется, типа, ой, психопат, как к психологу ходит. А если специалист, который сидит в школе, будет либо выборочно, либо невыборочно, а подряд, вместо того, чтобы сидеть и... Вот это было бы лучше. Или присутствие в классе на каких-то уроках. Мы сегодня позвали, мы сегодня зовем тебя, сегодня вот из этого класса, и вот в день к ней там придет 10 человек. 10... Ну, вот представь себе, что ты психолог в школе, хотя ты не психолог. И ты пригласила ребенка, и ты же поймешь, что он чувствует себя неуверенно. Конечно. И ты уже обратишься с одним, говорит, а то все в порядке. Так, поговорила, отпустила даже и дальше другого, третьего. Тут один, например, агрессивный. И дальше уже выборочно. Потому что, мне кажется, психолог должен позвать каждого ребенка в школе. И увидеть, и поговорить, и понять, что вот из 500 человек, которые учатся, вот, например, у 10 есть проблемы. Одни агрессивные, другие там... Подавленные. Страдают. Да, подавленные. То есть специалист не ждет, что к нему обратятся, потому что это дети. Вот это было бы лучшим решением. Но это тоже возможно. Да. Но мы говорим, мы сейчас разговариваем, но, наверное, это немножко в пустоту, потому что... Не наша компетенция. Есть там министерство образования, есть там еще кто-то, да, который... Которые лучше нас знают, наверное, наверняка, все эти проблемы. И видят какие-то свои пути, решения. Ну, мы любим тут говорить, там разберутся. Да, у нас такая правда. Там разберутся, и мы посылаем туда все это. Мы же сейчас говорим не про школы Владикавказа только, да? Мы же про все... Ну, в частности, про что? Про все? Про всю Россию? Нет, про все районы имеется. Ну, вот это вот, я не знаю, какая обстановка в школах, в районах, я не знаю. Если говорить про... Ну, так а где я училась? Я же не во Владикавказе, я в школу ходила. Если говорить про... Даже Владикавказ. Вот я сейчас, не поверите, вообще не помнила про эту ситуацию. Вот сейчас вспомнила. Мой младший брат в садике, его булила воспитательница. Вот просто абсурд ситуации. Она его закрывала в туалете и выключала ему свет. И когда ребенок стал бояться один заходить в туалет, вы представляете? И он только с нами, с сопровождением заходил, дома даже. Мы не могли понять. Или оставьте дверь открытой. Мы не могли понять, что происходит. Но как бы уже предпосылки видны, да? Что что-то происходит. И тогда еще не было телефонов, ну, так вот в общем доступе. Да, сейчас я могла бы подумать, что, допустим, мой сын посмотрел какое-то страшное видео. И поэтому там боится. А тогда мы понимали, что он еще слишком мал для этого. И мама, когда он начал уже разговаривать, мама его начала спрашивать. А почему? А что? А как? И когда это выяснилось, соответственно, мама пошла с ней, поговорила с этой воспитательницей. В довольно жесткой форме, дав понять, что такое больше не должно повториться. На что воспитательница как бы извинялась, извинялась. И по итогу она что делает? Ребенок приходит, и она говорит, поздоровайтесь, это ябеда. Поздоровайтесь с ябедой. Просто, если бы я была на месте своей мамы, этой женщины бы, не то что рядом с детьми, этой женщины бы вообще в этом городе больше не было. Какой конфликт? Очень жесткий. Я вот сейчас примеряю это на своего ребенка. Ты сама готова пойти драться. Я бы убила. Но это же не решение. Это не решение. Это выход в конфликт, а потом придут мужчины с твоей стороны. Это превратится в глобальный конфликт, кровавое место, все такое. Но тогда мама тоже умная женщина пошла к психологу. И с психологом, психолог с ребенком поработал, и психолог с ребенком как бы решил эту проблему. Но тут речь о чем? Мы в Осетии живем. Она вот такая, вот окусенькая. И просто если люди даже здесь не боятся вот таких вещей, то что говорить о России в целом? Когда здесь каждый знает друг друга, если не лично, то по социальным сетям, через знакомого, через... Через одну рукопожатие. Через одну рукопожатие буквально мы все тут знакомы. И вот это и страшно, что если даже в Осетии не боятся, то как, допустим, где-то в России люди живут, вообще не ясно. Еще хуже, мне кажется, дети там. Да. То есть им приходится не сладко. А, кстати, вот то, что ты говорил про буллинг на работе. Перейдем на такую более мягкую тему. Садика на работе. Я бы задержался на той тени. Давайте. Потому что вот мы рассказали, как мы это видим. Ну, в итоге... Смотрите, давай расстоять. Какому резюме там мы приходим? Мы для кого это... Ну, мы вот сами себе это рассказали, и все. Ну, давайте резюмируем. Мы пожаловались там условно... Другого, да, про свои проблемы рассказали? Да, там про проблемы с собственными, своих детей или вообще. А что в сухом остатке, да? Ну, да, что у нас вот, ну, в сухом остатке мы... В сухом остатке, мне кажется, важно дать понять детям, что это не стоит замалчивать. То есть ребенок не должен проживать это отдельно. Чтобы сказать это ребенку, очень часто надо знать, что это с ребенком происходит. А зачастую родители могут этого не знать. Смотрите, вот у нас как есть... Да. У нас как есть, допустим, разговоры о важном, да? Вот сейчас в классах первый урок это разговоры о важном, да? По-моему, так назвать. Вот мне кажется, так же, ровно, как вы говорили, должны быть разговоры с психологом, например. Каких-то... Либо вот у нас был параллельный класс, к ним классный руководитель пригласила психолога. Потому что она понимала... Психолог не школьный, не штатный. А, просто? Она приходила. Да, потому что класс был очень сложный, очень много было мальчиков, и они были довольно-таки энергичные и гиперактивные. И она понимала, что она сама, видимо, ей сложно с этим справиться, и не всегда находит пути решения. И она стала приглашать психолога. И то есть у них там, допустим, шестым уроком, два раза в неделю был психолог. И я не знаю, ну, как это... Сработало ли это, но они действительно стали адекватными. Потому что у них есть практики, какой-то там условный тимбилдинг, какие-то общие... Рычаги есть. Да, то есть если психолог даже средней руки, который всё это знает, который там на занятиях присутствовал, я думаю, всё это возможно. Да, всё решаемо. Можно я обозначу вам один момент? Вот когда это всё ещё прекратилось, у нас в средней, в старшей школе учитель поменялось. Прекрасно я её уважаю и очень-очень люблю. И мне кажется, вот её влияние на класс, на то, как она всех ставила на одном уровне, а не как это у нас было в начальной школе. Ой, вот этот лучше учится, он молодец, ему можно больше, пожалуйста. Вот и иди, и буль всех подряд. А потом у нас появилась другая учительница, и она себя вела по-другому. То есть... И всё это упирается в профессионализм. Да, и я тогда тоже почувствовала, я поняла. Вы же смотри, мы пришли к тому, что в первую очередь должна заниматься школа. Да. Учитель и психолог. Да. А родитель должен увидеть и обратить на это внимание, чтобы школа на это взяла. Но не вмешиваться. И дать поддержку ребёнку. Ну, потому что если... Да, потому что если вот воспитательница в детском саду, там ребёнка, ябеда я называла, да. Ну, это уже, да. О чём тут говорится. Сверстники, да. Ну, то есть ты привёл родителей, всё, ты уже не рукопожатный. Ну, всё, конец. Ну, я думаю, и раньше... Я просто представляю, как обидно, ябеда его назвали. Ну, а он-то был мелкий относительно. Мне кажется, это больше на каких-то чувствах основывалось. Не на словах, а на том, как ведёт себя человек. Ну, то есть ябеда, то есть она признала, что она занималась какой-то вот... Да, да. Прости меня официально. ...фигнёй. Да. Вот. И на неё наявить, чёрт возьми, как я теперь буду... Ах ты, ябеда. Да, да, да. Не смогу гулять ребёнка. Да. Ну, здесь... Моё удовольствие потеряно. Здесь можно предположить о психическом... Нездоровье. Нездоровье. Да, проблема. Ну, понятно, что воспитатели... Я вообще считаю, что воспитатели в детском саду, это вообще отдельные люди какие-то особенные, потому что это очень, мне кажется, тяжело. Это прям... Сложно, да. Да, когда ты с утра до ночи возишься с чужими детьми, которым должно быть комфортно, хорошо. Но я думаю, в некоторых случаях кукушка может... Улететь. Ну, если она улетает, то, пожалуйста, уходите с работы. Лучше всего так. Ну, ответственная должность. Слишком даже. Я думаю, очень ответственная. А буллинг на работе я бы никогда не... Не столкнулся. Только в кино, наверное. Есть такое даже понятие. Сегодня я по понятиям на понятиях. Разрули нам по понятиям. Моббинг называется это. Моббинг. Моббинг. Это вот как раз буллинг на работе. Собственно, не подколы, да, а именно травля на работе, на рабочем месте. Это, наверное, и как от вышестоящих, так и от... Ну, мы вот сейчас можем смеяться, но, возможно, кто-то, кто смотрит нас, действительно с этим сталкивается. Наверняка. Большая телекомпания, да? Да. Сталкивались? Нет. Нет? Как нет? Я нет. Тема сталкивался. Я нет. Я? Конечно, я тебя же не буду. Что ты в нем будешь? Нет, на самом деле, у нас очень дружный коллектив. Здесь, по крайней мере, ну, я и не представляю, чтобы здесь такое было. Но есть какие-то... Ну, например, в какой отрасли это вообще может быть? Наверное, офисные работники в большей степени. Хотя, может быть, если так пофантазировать, это и учителя могут быть. Это и врачи могут быть. Это, ну, вот вообще кто угодно может быть. Профессии куча. Работа. Ну, я думаю, что... В театре может быть. А, вот, кстати. Как я быстро вспомнила. Ой, в театре сильно может быть. Я думаю, что... Творческих профессий. Буллинг во взрослом возрасте где-то профессиональный может быть связан с непрофессионализмом сотрудника. Либо стремлением сдвинуть какого-то, ну, не знаю. Кстати, да, вот какие-нибудь артисты балета, наверное. Да, да, балет. Хорошо, а есть ли понятие, на ваш взгляд, осетинский буллинг? Есть. Такой. Кавказский буллинг. Мы же правы... Кавказский или осетинский? Давайте и кавказский, и осетинский, если это разные понятия. Мы говорим сейчас о... Ну, если ты не фор... О национальном. Только. Ну, я имею в виду буллинги по национальному признаку. Нет, нет. В осетин. Это очень тонко. Не осетин, но в осетин. Буллинг в осетин. В осетин. Не национальность. Ну, потому что, если мы говорим о буллинге на национальной почве, это вообще очень тонкая и опасная тема. Ой, ну, я не знаю у нас такого острова сейчас, по крайней мере. Когда это возможно? Это такая тонкая грань, да. Ну, я думаю, может быть, более деликатный. Что, деликатный что? Буллинг в осетин? Да. Ну, может, не... Ну, вы имеете вот эти вот взгляды на проходящих, гулящих по проспекту? Не знаю. Ну, давайте порассуждаем, что ли. Не фор. Моя борода и моя лысина, она гораздо гуще и глаже, чем... Нет, а я думаю, что буллинг в Осетии, ну, да, в Осетии, это вот эти бедные туристы, которые приехали в шортах. Да. Вот это буллинг. Или та женщина, которая... Ну, это все другая тема, это не буллинг. Нет, ну, подожди. Хорошо, вот эта женщина, которая зашла в торговый центр, она не подверглась буллингу? Она подверглась буллингу. Ну? Ну, во-первых, как выяснилось, она не туристка. Она местная. Она местная. Она местная. Во-вторых, здесь... Там еще за само поведение. Нет, ну, причины как бы в Осетии были. Ну, вот, и что касается, это не буллинг, что касается туризма, такая, как ремарка, я скажу своемыслим на этот счет. Шорты, килты, короны, неважно что. Есть закон Российской Федерации, который одинаково действует во всех регионах, да, как он действует там в Москве, в Ростове, по идее, там, в Грозном, в Владикавказе. И здесь вот наши морально-этические особенности, наши культурные вот какие-то... Устойные. Установки. Да, чуть я такого не сказал, да. Тем не менее. Они, ну вот, по закону пусть останутся у нас. Я могу осуждать тебя в шортах. Конечно. Ты мне не нравишься. Но предъявить... Ты мне не нравишься в шортах. Мне это не нравится. Но есть закон, в котором написано, что ты можешь ходить в шортах, ну, в котором, вернее, не написано, что ты не можешь. Что ты не можешь, да. Да, что... И что меня не надо, тебя не надо тыкать вот так вот палкой. А за то, что я тебя потыкал палкой, должны прийти люди в синей форме, и привлечь меня к административной ответственности как минимум. Да. Поэтому вот эти все разговоры в шортах нельзя. Это разговоры, на мой взгляд, в пользу бедных. И буллинг на этой почве – это совсем бестолковая вещь. Мы можем лишь... Каждый пусть посмотрит на себя самого. Хорошо, ты все очень консервативно, прекрасно выглядишь. Дай Бог тебе здоровья, счастья, не трогай никого, занимайся собой, своими детьми, ну, может быть, даже своей женой. Ой, я уже вижу комментарии под нашим. Ну, шорты – это не наша культура. А если мы говорим про, как это называется, туннели в ушах? Да, если честно, нефоров. Ну, нефоры. Это нефоры. Это сейчас самое актуальное. Ну, бывает, смотри, бывает нефоры, которые, ну, почти буквально, провоцируют. Ну, то есть это вот его внешний вид. Давайте так, для тех, кто не знает, нефоры – это неформального вида человека. Да, с туннелем, с пирсингом, с ирокезом, неважно, с красным. Ну, то есть они намеренно привлекают к себе внимание? Ну, они, ну, с оборожением у них такое, сережка вот тут. Мне не нравится. Ну, это привлечение внимания к себе, да? Мне не нравится. Но я не видел, чтобы у нас, ну, могут посмеяться. Но он же для этого, ну, вырядился. Чтобы посмеялись. Ну, вернемся к той первой теме. Я так и не поняла. Вот, когда это все закончилось? Хорошо, слава богу, это закончилось. Но что тебе помогло не сломаться? Что тебе помогло, либо ты сломалась? Или как из-за этого выбраться? Я можно за нее отвечу? Мне кажется, она просто дотянула, вот как она, а потом оно сошло на нет. Да? Ну, оно сошло на нет, но не просто так же. Это то, о чем я говорила, когда учителя начали на это обращать внимание, тоже был один поворотный. Ну, то есть финала не было какого-то? Конечно, никак. Определенные разборки были. Были определенные разборки. Это был день, когда я домой возвращалась в слезах. Я не помню класс, пусть это будет 10 класс, я вот так иду домой. И плачу. Мне навстречу идет мама, которая и без того знала ситуацию. Да, она была в курсе. Но я, говоря о родителях, вот сейчас хочется обозначить, я никогда не хотела, чтобы мои родители сейчас пошли в школу. И в школу, мне кажется. Да. Она видит меня в слезах. И это был поворотный момент. В тот же день или на следующий день в школе были разборки. И даже поднимался вопрос, чтобы этого мальчика перевезти в другой класс. Чтобы все успокоились. Но этого не произошло. И после этого все как-то поутихло, поугасло. И очень важный момент в этом всем, во всем сыграла моя учительница вот в этот момент. Как ты проживала эти моменты в жизни? Да ужасно. Ну, мне кажется, это прям было. Какие разговоры ты с собой вела? Вот чтобы просто, наверное, сейчас дети, которые, возможно, сталкиваются с чем-то подобным, чтобы для них это тоже было каким-то уроком. Мне кажется, мне очень повезло, потому что у меня сестра есть. И вот я с ней все время, я могла каждый день... Да, нет, младшая, я старшая. В это тоже еще один момент такой. Вот у моих младших никогда никаких проблем не было в школе. Потому что там была я, и им было как-то комфортнее жилось. А я постоянно с ней проговаривала. Говорю, слушай, Крис, вот я опять пришла в школе, сегодня меня опять обзывали, а вот сегодня опять меня обзывали. Я это все проговаривала, о чем мелкая мне может сказать. Ну ничего, ну какой совет она даст. Но мне было очень плохо. Я вот прям сидела, прорабатывала. Но возможность выговориться, она все равно как бы помогала. Да, 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 и вот это да, было. А сейчас детям, ну вот я клянусь, не знаю, как им сейчас с этим справляться, кроме как не говорить об этом с кем-то. А ты отпустила эту ситуацию? Да. Я, знаешь, когда это было, когда я поступила в университет, ну расскажу коротко, я поступила в университет, и на один курс вместе со мной поступила девочка, которая, вот этого мальчика, все время, так, провоци... Ну не провоци... Ну не провоци... Помогала ему. Поддерживала. Поддерживала, да, меня булить. Она поступила, мы были на одном курсе. Она даже была так повезла просто. Да, да, да. Мне кажется, она специально с тобой пошла. Она вот узнала, да, Карина поступила туда, пойду-ка я тоже туда. И чуть-чуть. И это был первый курс. И первые дни, и мы вот так идем, после линейки всеобщей, она вот так ко мне подходит, говорит, Карин, мир вот так не делает. Я говорю, нет. Ну я говорю, нет. А знаете почему? Потому что вот этот мальчик уже был не с ней. И мне кажется, что она... В одиночку была слаба, да? Побоялась, ну то есть, да. А у меня уже на тот момент в университете были друзья покруче и повыше. Ну то есть... Победа. Все зависит. Да, это то, о чем вы говорили. Вот это, наверное, ты еще встретила этого мальчика. Да, ну то есть просто там в силе мы могли пересечься, но не более я никогда не общалась с ним так особо уже. И не хотелось бы, честно говоря. Я хочу с ним поговорить. Включите меня. Я думаю, что нужно попросить прощения на самом деле. И это и ему будет, не то чтобы уроком, но не ему, и ему станет легче. Потому что я уверена, что его это тоже гложет. Вот я почему-то убеждена в том, что дети, которые абьюзят, они от этого страдают не сильно меньше. Более. И если не в тот момент, то впоследствии... Не, 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 ну может быть впоследствии. В последствии во взрослых... Переживать по этому поводу. И мне кажется, всегда, никогда не поздно извиниться. Да. И будет же не от счастливой жизни. Нет, наверняка нет. Наверняка нет, но... Простите себя. Ну, понимаете, мы так или иначе, у нас тут же есть какие-то инстинкты, да, там заложенные. У нас, когда вы говорите, это у кого? У людей. А у кого? У мужчин. У журналистов, да? У мужчин, мало ли, у мужчин. Нет, ну вообще у людей, ну мы же... Из того же материала, да, что там животные в саванне, там, да, условно. И всегда идет какая-то борьба за доминирование, там, за территорию, за добычу, там, ну, касаемо... Противоположного. Да, там все. Ну, и я думаю, что на каком-то уровне это, ну, это работает. И ребенок на каком-то этапе, да, хочет утвердиться, показать, что он хозяин прайда, там, и так далее. И там выгладь слабых, собрать руку к себе. Ну, это потому, что, мне кажется, дома еще им не дают возможность высказываться, вести себя так, как они хотят. И если семья... А может быть, наоборот, все разрешают. И от этого, и вот от этого он еще приходит в школу и такой, ну-ка, здесь я тоже установлю свои правила. Почему нет? Печалило, да. На самом деле, наверное, завершить хочется словами Кота Леопольда. Ребята. Давайте жить дружно. Давайте. На самом деле, ну, это такая, это, конечно, такая, ну, шуточка, шутка-минутка. Тема очень глубокая, сложная, сильно непростая. И не нам ее решать. Это тема для специалистов. Не нам ее решать, да. Просто специалисты должны подключиться и смотреть, я думаю, тогда у многих проблемы. И серьезных проблем, и проблем с учебой, и проблем с успеваемостью, и так далее. Да, всем будет легче жить, если каждый будет заниматься своим делом честно и увлеченно, вовлеченно. Да. Всем спасибо, что сегодня обсудили эту сложную тему. И тебе, Карин, спасибо, что поделилась такой историей. Всегда рада себя заветить. С хэппи-эндом. Да, да. С хэппи-эндом. Спасибо вам большое. Спасибо. Всем пока. Будьте счастливы. Да. С хэппи-эндом.